Ваше Преосвященство, досточтимы отцы, братья и сестры! Сегодня нашу встречу мы начнем с истории отношения власти к церкви в годы служения митрополита Иосифа. После смерти Сталина в 1953 году и поражения сталинистов власть пошла по пути возвращения к репрессиям антирелигиозной и антицерковной политики. Это время правления Хрущева, который обещал в 1980 году построить коммунизм и показать всем последнего попа. Президиум Центрального комитета Союза принимает ряд постановлений, например, о мерах по прекращению паломничества к так называемым святым местам. Как это постановление применяли в жизни местной власти, например, Бачаев. Бачаевские жители, которые давали приют паломникам, штрафовались, у некоторых конфисковывалось имущество, они лишались прописки, лишались своих домов. Если паломники ночевали у лаврских стен или около леса, лес около лавры был, и там тоже паломники ночевали, приезжала милиция и народ избивался, вывозили из города, лишали свободы, некоторых помещали в дома для душевнобольных. В течение четырех лет с 1960 по 1964 год было снято с регистрации более 40% действующих приходов в православной церкви. В борьбе с верующими молодыми людьми в те годы подключали судебную психиатрию, которая ставила диагноз «шизофрения». Согласно основам законодательства Советского Союза, родители обязаны были воспитывать детей в духе коммунистической нравственности, а родители, которые воспитывали детей в духе православия, преследовались и подчас лишались родительских прав. Так, давление властей в Турибе было настолько велико, что Синод Русской Православной Церкви согласился не допускать к участию в церковной службе юношей и детей до 18 лет. Но в своей алматинской епархии Владык Иосиф всегда собирал вокруг себя много молодых людей, которые были им как-то по-особому обласканы и согреты. Как вспоминают современники, не было ни одного студента семинарии или академии, посланных Владыка на учебу, который не имел бы от него пачку писем. Беседы Владыки с молодежью были недолгими, они продолжались не более 20-30 минут. Во-первых, Владыка был очень занят, во-вторых, время было не такое, чтобы открыто работать с молодыми людьми. Братарей Валерий Захаров, настоятель Свято-Никольского собора города Алматы, делится своими воспоминаниями о Владыке так. Я тогда уже понимал, что Владыка был на острие, и его дом не оставляли без внимания ни Совет по делам религии, ни иные организации. И с ним неоднократно проводились беседы о том, что, например, Владыка, ладно, там старушки ходят к вам, это их дело, но молодежь, молодежь, вы не трогайте. Молодежь должна идти светлым путем держать курс к победе коммунизма. Но митрополит Иосиф не придерживался этих инструкций. Владыка берег всех нас, кто находился рядом с ним от недремлющего ока государственной безопасности и других наблюдательных служб. Я после армии собирался поступать в духовную семинарию, и чтобы не возникло препятствий со стороны этих служб, Владыка старался лишний раз меня нигде не показывать. Он не брал меня на свои службы и не разрешал самому приходить в собор. Я этого тогда не понимал и немного обижался на Владыку. Впоследствии только я узнал, что в списке всех поступающих в семинарию проходили тщательную проверку, и Владыка для моего уже блага не захотел, чтобы мое имя было где-то засвечено. Матушка, простите, что перебиваю. Разверните, пожалуйста, презентацию, чтобы ее листать можно было. Просто у вас презентация открыта, но она не развёрнута, как обычно. Сейчас. Сначала слайд запустите презентацию. Так нормально? Сейчас просто PowerPoint открыт полностью. Надо нажать, начать сначала презентацию. Нажмите на саму PowerPoint. Запустите. Вот так? Пока не вижу. У нас листает, все показывает. У нас первый лист показывает, и все, другого больше ничего не показывает. Как обычно, запустите презентацию. У нас еще раз нашли. Да-да-да, вот-вот-вот, правильно вы нашли. Только надо с того слайда, который вам нужен запустить. Сейчас грузится. Нажали, или это он подвис у вас? Просто я не вижу, что он показал. Нажали, все. Вань нажала, да? Ну, он просто не развернулся, мальчишка. Он показывает с левой стороны, как слайды, а посередине, то есть, как программа развернутая. Мальчишка Константин, даже не знаю, Аня, что делать, потому что у нас все вот листает, а как тут у нас, я даже не знаю, что делать. Сейчас, секундочку. В те годы Советского Союза учиться в семинарии было очень нелегко. Так, например, автор книги «Очерки по истории России XX века» Филиппо вспоминает, что, когда он был студентом третьего курса, заведующий отделом Ставропольского обкома Комсомола в январе 1962 года говорил, что для разложения семинарий в Ставрополе были мобилизованы студентки, местного педагогического института. Воспоминания Нины Федоровны Ерофеевой из города Петропавловска о своей юности. Был день ангела у сыльной генеральской вдовы Екатерины Григорьевны. У нее в доме собралось собрание соборное духовенство, монахини, и был приглашен владыка. В этот день владыка подарил мне четки. Я отреагировала на это очень категорично. Ведь мне было тогда всего 17 лет, я только что закончила 10 классов. И хотя я любила ходить в храм, но также любила и танцы, и кино. Мне нравилось, что вокруг меня много разных воздыхателей. Я даже бросила тогда эти четки. Не нужны они мне. И заплакала. Генеральская вдова попросила эти четки себе. Но в моей жизни все сложилось именно так, как предрек владыка. Замуж я не выходила, а четки со временем взяла в руки уже сознательно, посвятив свою жизнь молитве. Когда я после окончания школы поступала в педагогический институт и приходила на службу в Петропавловский собор, владыка говорил мне, а все студенты на злополучных экзаменах молятся Екатерине Премудрой. Когда я после сдачи экзаменов приходила в церковь, то во время кождения я показывала владыке на пальцах, что получила 4 или 5. Когда меня ругали, владыка всегда меня защищал. А ему наперекор говорили, да что она там, разве она хорошая, в кино да танцы у нее на уме. Он всегда отвечал, нет, танцы отойдут, кино отойдет, а она останется. В одни юности моя душа переживала период колебаний, и когда происходило становление личности, проповеди владыки очень укрепили меня духовно. Неверия у меня не было, а был страх. Страх исповедания веры. В студенческие годы, когда стоял выбор между институтом и церковью, между безбедным существованием и Богом, в этот момент, несомненно, большую роль сыграло то, что рядом был владыка со своими проповедями, со своими страданиями, которые говорили не о каких-то далеких временах и страданиях первомучеников, а о страданиях наших современников и наших соотечественников. Это, конечно, очень укрепляло меня. Владыка Иосиф – это очень мужественная личность. Дело в том, что в те годы, в тот период, под давлением властей, действие священнослужителей сняли с себя сан. Более частые случаи – снятие с регистрации священников за нарушение советских законов. Так, в 1960 году на три года был осужден архиепископ Казанский Иов Крисович, который пытался противодействовать закрытию церквей своей епархии. И этот пример, к сожалению, не единичный. Да и к Владыке Иосифу в то же время приходил следователь, когда в 1974 году был убит епископ Омский и Тюменский Мефодий. Следователь был наслышан, что Владыка прозорлив, и хотел узнать мнение Владыки по случаю этого убийства. «Как Владыка тайно творил милостыню», вспоминает игуменя Верхоторского Покровского женского монастыря София. «Старенькая матушка Ольга заболела. Она помогала Владыке, и он пришел к нам очень расстроенный и говорит, «Матерь, матери, а кто ж теперь узельцы-то носить будет?» «Кто будет узельцы носить?» Ко мне обращается. «Вы будете узельцы носить?» «Владыка, какие узельцы-то?» Он шепотом мне говорит, «Я только по секрету скажу. Это знают только матушка Ольга и я». И вот он мне объясняет, что через забор живет девочка Лена, и каждое утро в 6 часов утра матушка Ольга встает и кулечек с гостинцами для этой девочки кладет на забор. И вот каждое утро я тоже, когда гостила у Владыки, рано вставала, и вместо матушки Ольги носила гостинцу этой девочки. Говорят, что она, уже повзрослевшей, после учебы приезжала домой и все поглядывала через забор. И когда ее спросили, кого она выглядывает, она улыбнулась и ответила, что когда-то ей здесь оставляли пакетик с конфетами. Но Владыка к тому времени уже отошел ко Господу. Есть еще очень трогательные воспоминания казахских детей о Владыке. Пульмайрам из поселка Красный Яр вспоминает. Владыка кушает молиться, покушает молиться. Он много молился. Днем молится, в обед молится, ночью всегда вставал молился. Он человеком был. Он всегда нас учил. Воровать нельзя. Врать не надо. Соседями надо быть хорошими и всегда дружить. Он сам не любил, кто врет. Он по характеру добрый был, спокойный. Никогда не ругался. Со всеми в мире жил. Потом он нам присылал посылки, помогал. Добра для нас много сделал. Как-то он позвал нас с сестрой Майера в гости в Петропавловск. Мы сидели с ним, чай пили. Он яблоки нам в сумку клал, подарки. Он платье нам купил. Еще купил чемодан и посадил в поезд. Он нам карандаши присылал, тетрадки. Когда мы учились, ленты красивые присылал в косы заплетать. Ленты эти я долго хранила. Мы любили его. Мы всегда его вспоминаем. А вот воспоминания мальчика, которого владыка качал на своих руках, когда он был еще совсем крошечным. Звали его Малдогали. Когда Ата пришел в нашу семью, я маленький был. Жили мы с мачкой. И как родственники рассказывали, Ата меня все время на руках носил, любил меня. Жил он с нами два года, но потом мы связи с ним тоже не теряли. Мы никогда не называли его Иван Михайлович, а звали только Ата. После окончания школы в 1971 году я поступил в Карагандинский медицинский институт. Отец мой сказал, напиши Ата, пусть порадуется. Я написал и вскоре получил ответ. Ата наказывал мне. Учись хорошо. Человеком будь. Белый халат, если оденешь, это еще не значит, что все в твоей жизни будет белоснежным. В плохие компании не ходи, дурными делами не занимайся. Я буду тебе помогать материально. Деньги трать только на питание и на учебу, чтобы все было у тебя нормально. Твой Ата. И каждый месяц он писал мне письма и высылал денежные переводы. В летние каникулы я приезжал к нему в гости в Алма-Ату. Он так радовался, встречал меня хорошо. Спрашивал о всех моих родственниках, об отце, о сестре, о братьях. Тетя Шура в столовой нам стул накрывала. Он нас очень вкусно угощал. А потом Захар Иванович катал меня по городу на зиме. Ата был доброй души человек, понимающий, что люди в тяжелых условиях живут. Ведь отец мой инвалидом был. Получил небольшую пенсию и не мог мне помогать, когда я учился. У него, у Аты, вера была. И с верой, с надеждой он людям помогал. Он все время меня хорошему учил. Спрашивал, с кем я дружу. Когда я был у него в последний раз летом в 1975 году, помню, провожая меня, Ата постучал мне пальцем по голове и опять сказал, смотри, учись хорошо, чтобы человеком быть. В дурные компании не ходи, где пьют, где курят. Смотри, я тебе деньги даю только на питание и на все необходимое. После его смерти тяжеловато нам стало. Я пошел подрабатывать в больницу ментбратом. В 1976 году я закончил институт и поступил на работу. Дома у меня портрет Ата все время на стене висел. В прежние времена сотрудники с работы, приходя ко мне, спрашивали, почему у тебя фотография, папа, на стене висит? Я ему отвечал, это мой Ата. Как Ата? Он русский, а ты казах? Да, отвечал я. Но лучше казах. Это Ата. Сейчас я работаю заместителем главного врача в районе садбедистанции. Теперь уже все сотрудники мои знают, кто меня воспитывал, кто помог ей закончить институт. Все знают, что это мой Ата. Вот еще одна история, я говорю мне, Софии, о том, как Владыка мог выходить из-за неожиданных ситуаций. Владыка говорит однажды, мать, я человека обидел, двоих обидел. Вышел я погулять по улице в Алма-Ате. Бежит маленькая девочка, школьница, лет восьми, подбежала. Дедушка, вы знаете, что человек от обезьяны произошел? Я удивился. Да, а я даже не знал, это правда? Да, да, это правда. Нам учительница говорила, что человек от обезьяны произошел. Да, я еще раз удивился. Ну, тогда передай привет своей мамочке-обезьяночке. Моя мамочка не обезьяночка. И расплакалась, убежала с плачем. Вот такие были дела. Как пример, хочется рассказать, как Владыка учил ребят поведению в храме. Вспоминает протерей Владимир, Ригин из Москвы. Однажды, когда я гостил у Владыки, он попросил меня перенести аналой с одного места на другое. Я с таким страхом, с репетом поднял и понес этот аналой, чтобы батюшка, стоявший рядом, стал меня подгонять. Ну, что ты как неживой? Давай, быстрее неси. А Владыка говорит, не делай ему замечания. Он с благоговением относится к церковному предмету. И добавил, и всегда так относись, и к аналою, и к облачению. Все, что церковное, все несет на себе благодать Божию. Всегда очень осторожно и с благоговением относись к церковным вещам. Протерей Александр Киселев, настоятель Свято-Виденского собора города Караганды. Проповеди Владыка, говорил, очень оригинальные. Архимандрит Иннокентий Просвирнин, еще будучи студентом Духовной академии, неоднократно приезжал специально для того, чтобы записать на магнитофоне проповеди митрополита Иосифа и опубликовать их в журнале Московской Патриархии. Но так и не смог поместить проповеди в журнал. Потому что на бумаге они как-то утрачивали своеобразие. Владыка говорил очень живо. Здесь и жесты, и мимика, и живая интонация. А на страницах журнала они выглядели сухими. И отец Иннокентий неоднократно седовал и говорил нам, ребят, ну ничего не получается. Протерей Валентин Сазонов, клерик храма Покрова Пресвятой Богородицы города Алматы. При Владыке я стал уже сознательно по-взрослому ходить в храм. Прежде я просто с мамой приходил. Его слова, его проповеди были для меня духовным кормилом, потому что в то время скудная была у нас церковная проповедь. Только Владыка и говорил. Если священники говорили, то чаще по-писанному просто прочитывали и все. И мы не слышали хорошей проповеди в то время. Владыка проповедовал почти всегда каждую свою службу. Иной раз Владыка не выйдет на проповедь. Мы вздохнем, все же ждут. Я на заводе в то время работал. И бывало, заранее работу свою выполню. И бегу быстрее с работы, чтобы успеть на службу. А службы архиерейские-то длинные были. Стоишь допоздна. И как будто ты не работал весь день. Идешь домой с такой легкостью. Архимандрит Наум говорил, что Владыка Иосиф делился с ним и говорил в молитве. Я не всегда беспокою просьбами Господа, но обращаюсь часто к святителю Николаю. И он исполняет мои просьбы. Такой случай произошел с протереем Геннадием Агеевым из города Алматы. Я приехал к Владыке просить Библию. В то время Библию было очень трудно достать. А Владыка мне говорит, не дам тебе Библию. У тебя там есть церковная, ее читай. Дома, в тумбочке на верхней полочке справа, у тебя Библия стоит в желтом переплете. Чего тебе еще надо? А она точно-то стояла там. Я принес ее из церкви домой, в тумбочку поставил и кое-когда почитывал. А в моей комнате-то Владыка никогда не был. Но мне так хотелось иметь свою собственную. У Владыки в углу керриста стояла икона святителя Николая. Владыка в этот момент лицом к иконе повернулся, а я боком сидел. И я так взмолился, мысленно, святитель Николаю прошу, святитель Николай, помоги мне, чтобы Владыка дал мне эту Библию. И Владыка мгновенно, как винт, повернулся, руки поднял, загородил икону. Не проси, не проси святителя Николая, не утруждай угодника Божия. Сами этот вопрос решим. Чего ты по такому пустяку обращаешься? Меня это так поразило, я чуть со стола не упал. Езжай, говорит, епархию, проси у Валентина Павловны. Я приезжаю, Валентина Павловна говорит. Ну что, выклинчил у святителя Николая. На вот, приготовили тебе Библию, бери. Я взял Библию, и радости моей не было тогда конца. В те годы Библию выпускали примерно трехсот экземпляров, не больше. Наша встреча сегодня подходит к концу. И в преддверии праздника, Дня памяти святителя Николая, прочитаю проповедь митрополита, когда он ее читал на День памяти святителя Николая Мерликийского. По имени твоему, так и житие твое. Что это значит? Каждая вещь, каждый предмет имеет свое имя. Имя обозначает свойства и отличительную черту предмета. Так часами называют предмет, указывающий время. Градусником предмет, указывающий температуру. Каждый человек, в отличие от другого, тоже имеет свое имя. Вот и празднованный ныне святитель имеет имя Николай. Николай, слово греческое, оно означает победитель. Но скажете вы, мы никогда не слышали, чтобы он был полководцем и побеждал супостатов, завоевывал города и вообще был военный? Да, но кроме обычной брани есть еще особая борьба. Это борьба внутренняя, борьба человека с самим собою. Каждый знает, что у него есть и добрые желания, и слова, и дела, но есть и злые желания, преступные дела, нехорошие слова. Достаточно проследить один день, и каждый заметит, что у него бывает и то, и другое. Плохое называется грехом, а хорошее – добродетелью. Человек сожалеет о плохом, нехорошем, но опять делает его. Эту борьбу с грехом святой апостол Павел описывает так. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. У каждого из нас бывает борьба со грехом. Всякое повторение того или иного греха рождает привычку, повторяемая привычка, если это дело греховное, обращается в страсть. Страсть – это почти неизлечимая хроническая болезнь души. Евангельский пример Иуда показывает, как страсть серебролюбия сделала его из апостола предателем. А литературные примеры Плюшкина у Гоголя, скупого рыцаря у Пушкина показывают, как страсть, захватив всего человека, его ум и сердце, волю, губит его. Господь сказал, всяк, творя грех, раб есть греха. Христос избавил нас от греха, указал путь, дал благодать в помощь, и всякий, идущий за ним, побеждает грех. Святитель Николай пошел по этому пути борьбы со грехом и с Божьей помощью победил его. Вот почему в церковной службе и указано «по имени твоему и житие твое». Вот такой он победитель. Но он не только победил грех, он еще стяжал и добродетель. В тропаре святая церковь его характеризует как правило веры. В период его архиерейства было еще гонение, ведь на христиан, со стороны язычников. Гонение коснулось и святителя, но он остался верен в своей христианской вере и был заключен в темницу. Когда при раноапостольном Константине была объявлена свобода христианского вероисповедания, тогда святитель Николай вернулся на свою кафедру. Но тут церковь ожидала новое испытание. Из самой церкви выступили некоторые с неправильным учением о Святой Троице, о Сыне Божьем. Арий смутил всю церковь своим неправославным учением. Люди терялись, не знали, кого слушать, где истина, чем доказать ее. Для утверждения истины созван был Первый Вселенский Собор, на котором был и Святой Николай. Последний ревностно защищал и доказывал истину и облегчил лжеучение Ария. Результатом деяния Первого Вселенского Собора стал символ веры. Образ кротости продолжает характеристику святителя «тропарь церковный». Мы ведь часто друг друга обижаем. Если обе стороны будут поступать со злобой, вот и ссора, и вражда со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кротость, если не всегда прекращает злобу, то не дает ей распространиться. Злоба, столкнувшись с кротостью, не может покорить ее, как не могут свирепые волны моря перейти песок. Воздержание учителя. Если в кротости человек явился удерживающим злобу в других, то в воздержании является он удерживающим самого себя. Как часто человек сознает свой грех, но не может побороть себя. Воля, пораженная грехом, бессильна. У святителя Николая воля не была поражена грехом. Он не только сам воздерживался от зла, но и тем самым являлся для всех примером, что можно победить грех, что можно жить благочестиво, правдиво и свято. Этот тропарь изобразил в словах «Я, Витя, стаду твоему». Господь явил наглядный пример в лице святителя Николая, каким должен быть христианин. Что же мы, пришедшие в храм молитвенно почтить память святителя, возьмем для себя из его примера? В чем наше сходство и единение с Николаем? И в чем мы не схожи с ним? Единение наше состоит в том, что мы все так же, как и святитель, христиане. Мы все принадлежим к единой святой соборно-апостольской церкви. Как и он, в церкви молимся, принимаем таинство, исповедуем тот же символ веры. В этом наше единство со святителем Николаем. А в чем же разница? Здесь каждый пусть сам посмотрит на себя пред Богом и своей совестью и скажет, христианин ли он по жизни? Живет ли так, требует Христос и его церковь? По жизни своей так ли мы сходны и едины со святым Николаем, как и в предодлежности к церкви? Святитель был христианином и по имени, и по жизни. Таковы ли мы? Расспросивши себя пред Богом и своей совестью и почувствовав свои немощи и недостатки, думаю, что каждый вознесет молитвенный вопли к Богу и к святителю. Господи, Ты указал нам путь, дал благодатную помощь, дал образец христианской жизни в жизни своего угодника, а мы не подражаем ему. Помоги же нам, укрепи и спаси нас. И Ты, святитель Отче Николая, моли Бога о нас. Аминь. Благодарю Вас за внимание. До следующей встречи в Ейской горнице.